Привет всем! Мы вернули наш корпус, а в нем новенькая MSI Radeon R9-280X. Построена видяха на базе графического процессора, который идентифицируется как Таити. Он создан по 28-нанометровому техпроцессу. Работает GPU в трех режимах, как собственно и все видеокарты серии Gaming от MSI. Первый режим Silent 1000 МГц, Gaming Mode 1020 МГц и OC Mode 1050 МГц. Все это переключается с помощью утилиты Gaming App. На борту имеем 3 гигабайта оперативной памяти стандарта DDR5 с частотой 6 ГГц и шину шириной 384 бита. Набор разъемов не совсем обычный и не совсем для меня понятный, потому что только один HDMI, только один DVI и целых два мини-дисплей-порта, при том, что переходник на обычный дисплей-порт только один. Видяха требует дополнительного питания в составе 6 и 8-пиновых разъемов, а требования к блоку питания остаются такие же, 500 Вт минимум. Созданная по технологии TwinFrozer 4 компактная система охлаждения в виде двух шумелок и радиатора на тепловых трубках. Вентиляторы, заботливо собранные компанией PowerLogic, используют непростой дизайн под емким названием Propeller Blade, который позволяет делать меньше оборотов, при этом оставляет ту же эффективность, что и при более высоких оборотах. Проще говоря, крутятся они медленнее, шума создают меньше, а эффективность при этом не уменьшается. Радиатор отводит тепло за счет пяти термотрубок, четыре из которых имеют диаметр в 6 мм, а одна увеличена до 8 мм. Также для отвода тепла от памяти и подсистемы питания используется металлическая пластина, которая помимо охлаждающей функции имеет еще и функцию ребра жесткости. По температурным показателям все так же хорошо, как и тихо. В течение часа видеокарта под стресс-тестированием прогрелась только до 80 градусов, при том, что кулеры крутились всего лишь на 32%. При этом шума практически слышно не было, вот кулер от процессора звучит в три раза громче, чем в видеокарте. Давайте посмотрим, как она ведет себя в играх. Battlefield 4. В сингле мы попробовали поиграться с параметром разрешения в настройках игры. Честно, можете посмотреть, но мы не увидели ничего, чтобы менялось, по крайней мере серьезно. Менялся только один параметр, FPS, и он падал, и падал очень неслабо. А вообще при ультра настройках, при разрешении в 100% мы видим 30-35 кадров в секунду. Ну хорошо, что сказать. В мультиплеере мы покатались на танке, видели стабильных 40 с плюсом FPS, что для меня лично вполне комфортно, даже подлагиваний никаких не было. Assassin's Creed 4. Ну и здесь все как обычно. Настройки вот. 30 кадров в секунду, проседаний нет, и играть замечательно. Конечно, если поднять уровень сглаживания, FPS падает дико. Но это же все-таки консольная игра. Вот в Warmet 3 видяха ведет себя даже немного лучше, чем при тестировании 780 Ti, которая тоже лежит у нас здесь. Про саму игру можно сказать, что огромные пространства и отличная графика неслабо нагружают видеокарту. Но 280X показала себя достойно и при высоких настройках показывала не меньше 27 кадров в секунду. В итоге мы имеем видеокарту среднего ценового диапазона с отличной для этого сегмента производительностью, охлаждением, который сняли с топовой видеокарты и, кстати, обширным набором софта. Взять хотя бы на скидку Gaming App, Afterburner, Predator и Combustor. А на этом все. С вами был интернет-магазин Photos.ua. Меня зовут Максим, ее зовут MSI Radeon R9 280X. Следите за новыми видео, подписывайтесь на наш канал, участвуйте в конкурсах. Пока!